Всем привет, дорогие друзья! С вами Катрахонт, и сегодня такое небольшое видео новостей, видео, наверное, размышлений по поводу будущего Дня Победы 4, в данности вот дневника, который вышел 12 апреля, о следующем патче. Они немного раскрыли его подробнее, в частности, на примере уже одной страны. И кодовое название этого патча, кто читал предыдущие дневники, может понять, что это связано с названием операции там в Италии, помощью Муссолини. В целом, как они сами заявили в этом дневнике, я не буду даже это учиться, то то, что они проанализировали, проще говоря, прошлую DLC, где они там выпустили много фокусов странам с содружеством и в целом союзникам этим. Они, безусловно, интересны, даже я могу сказать, они интересны, там очень много развития, но игра почти за каждую из стран сводится к одному и тому же. В целом, и игра так построена, но даже эти фокусы, если рассматривать в плане контекста, то каждый из этих фокусов ходит к тому, что ты вырастаешь, становишься кем-то и потом всех убиваешь в том или ином альянсе, либо один. В целом, вроде, ветки фокусов разные, но, проще говоря, у вас меняет страна, у вас немножко меняются ресурсы и все. И страны это, ну, не сказать, что уж очень сверхважные были в том самом, в той войне, но не сказать, что они на себя очень большой вклад внесли. Думаю, многие хотели увидеть переработанную Швецию, переработанную, может быть, чем-то Норвегию, Данию, там, хотя их тоже бы взрывхватили и мало что-то влияет, но все-таки регион интереснее. Румыния, безусловно, ну, а к Румынии мы сейчас вернемся про этот патч, уже, думаю, минуту-дет с лишним, вы смотрите, видите, это Венгрия та же самая. Испания, вот, Испания, вот, о чем, на самом деле, мне, по-моему, не хватает фокусов, Турция та же самая, ну, я не знаю, вот, в принципе, всем Балканам можно дать свои фокусы, Испания, да, стран полно, которым надо бы дать, и было бы логично на них сообразить, но они почему-то у нас в содружество пошли. Странное решение, с другой стороны, может понять то, что они хотели этим, может быть, какую-то популярность, модно, вроде, типа, союзников лучше, ну, не знаю, здесь спорно, я об этом не буду в этом видео, давайте вернемся к то, что здесь. В итоге пронизировали они этот патч, в итоге оказалось то, что там 40% пользователей играют за Германию по их заявлениям, на самом деле, я не понимаю немножко вот этого дела, то есть, почти каждый второй играет за Германию, я даже не представляю смысл, интерес. Сейчас максимум можно привести, наверное, за Германию, ну, партии 5 от силы, если захотеть, но может чуть минус плюс, то есть, а каждую из партий, может быть, каждой цели поставить, и все, она потом себя исчерпывает, ну, может быть, что-то, какие-то интересные действия для себя и находятся временем люди. Ну, в итоге они поняли то, что надо переработать ось в результате этого, вот, и поэтому они решили переработать ось. Ну, думаю, кодовое название ДУП уже само по себе носило информацию о том, что что-то с осью будет связано. И нам проанонсировали в этом анонте королевство Румыния, то, что она реально выносила вклад в то время, и в той войне участвовала так-то неплохо. Ну, здесь, конечно, румынская нефть, это, наверное, одна из тех злакомых кусочков, которые стремились захватить Гитлера и получить под свой контроль, безусловно. Да и Советский Союз, думаю, тоже на ту же самую Румынию смотрел с очень хорошим аппетитом, и, в целом, Румыния приходилась как-то между всеми этими ребятками крутиться. Ну, в итоге, конечно, Румыния зашла на сторону оси, король вошел, предложил Германии руку помощи, войти в альянс. В целом, даже тут они сами об этом коротко написали, я тут уже на ветхих фокусов чуть попозже, то, что между многими она металась, но в итоге туда зашла. И Румынию здесь какое будут показывать? Румыния нам показывает то, что у нее есть ресурсы, есть та же самая нефть, да, банально, это в игре уже каждый мог видеть, то, что армия у нее есть, но она немного отставшая, то есть мало развития по всему, и она имеет большой задел на будущее. Это, безусловно, так и есть, потому что она находится в прекрасном регионе, она может как и вступиться в какой-то изоляции, сих комитетами тех же самых союзников, может стать единичной, захватить все Балканы, не знаю, устроить зар-гараж там и против Германии. Против потом Советского Союза, против союзников, то есть в целом страна очень сильная, и реально за нее кампанию несложно получается, но стандартный фокус, конечно, это портит. В итоге ввели ей свою ветку фокусов, вот она здесь, в прекрасном большом разрешении, я скину официальную группу контакта, ссылочку на которой есть в описании эту картинку, чтобы вы могли в подробностях рассмотреть все фокусы и, думаю, их прочитать. Ну, уже по описанию эти фокусы понятны. Самый левый вот этот большой фокус, это на то, чтобы как бы найти защиту для Румынии, проще говоря, то есть вступиться в какой-то из альянсов. Видите, здесь комментарий, но достаточно маленькая ветка, кстати, на комментарии всего 5 буквально, видите, фокусов. Ветка потом, ну, кстати, то же самое, почти те же самые, только тут 6 на вступление в Ось, и те же самые 6 на остатки, чтобы как бы румынско-польский альянс создать. Ну, как бы вроде по документам, то, что Польша-то с Румынией там были в хороших отношениях, и Румыния могла бы даже и вступиться, возможно, в 1939 году за Польшу, но поляки решили оставить, чтобы Румыния использовалась как буферную зону для поддержки от союзников. Это то же самое, кстати, написано и здесь, вроде бы наподобие, что-то как-то не вчитывалось особо, и Румыния-то не вступила в войну, и смогла в итоге все что-то замириться, ну, хотя этой в будущем ничего такого не дало. То есть здесь выбор альянсов, союзники, Ось и Коминтер. По центру идет этакая веточка на просто на улучшение, то есть, видите, на скидки, на разведки, скорее всего, будет скидка на... Исследования в промышленности, здесь в национальной защитной индустриализации, то есть здесь вооружение и так далее, так далее. Инфраструктура, в том числе по качеству, я вижу, что-то и на защиту, и на увеличение добычи нефти, на исследовательские, то, что дополнительные исследования, скорее всего, будет добавлено, и потом еще, скорее всего, тоже на укрепление. То есть, в целом, ветка проще на развитие общее. И балканский доминей, что, если проще говоря, это будет именно создавать свой альянс, свою силу огромную растить. Тоже небольшая, кстати, ветка на данный момент, я думаю, что ее такое, скорее всего, ставят. Может быть, кажется, мало, но с другой стороны, зато все понятно. Проще, захват Болгарии, захват Греции, Босфора, Югославии, Свингрей также. То есть, все здесь прекрасно. Понимаю, скорее всего, чтобы пойти по этой ветке, придется идти сюда. Да, ну, то есть, защиту вот эту брать, вооружение себя увеличивать. То есть, выбор реально есть интерес. То есть, он не просто отталкивается от того, как ты сам запланировал. Тут еще и фокус есть под тебя, и это классно. Эта ветка будет связана, в целом, с правительством. То есть, даже здесь делали, вот смотрите, я сейчас уведу сюда. Вот один из скриншотов, как раз-таки с ивентом, который посвящен Королю. То, что Короля очень, если вы оставите Короля власть, то у него будет дешевле министра, что большой плюс. Я не знаю, пока в каком соотношении, это тоже здесь не указали. Но будут иногда у вас какие-то негативные модификаторы, потому что вот такие вот их ивенты, потому что он как бы скандальной личностью был в то время. Очень много всего происходило с ним, связанного, неприятного, и это решили отразить вот такие вот макармы. То есть, вы можете его, конечно, убрать, привезти там класть кого-нибудь другого, и это все и добавится, но зато скидка на министров нет. С другой стороны, здесь как удобно можно его на время оставить, за это время набрать самых необходимых министров чуть раньше, благодаря скидке его, а потом его сбагрить, ну, либо мучиться с ним все время. То есть, здесь варианты тоже развития есть, это, конечно же, плюсик. И здесь, в целом, веточка как раз связана и с тем стромным Королем. То есть, я так понимаю, Михаэль, да, новый, нового короля, да, воздвигнуть. Я так понимаю, французы, французский флаг здесь еще на границе. Красивый, кстати, такой фокус отрисованный. Просто все остальное стандартно уже привыкли, а здесь невероятно красный. Ханджел Зайкинг. То есть, ну, здесь, видите, с властью будет связано все с внутренней политикой. То есть, если вот до этого было все на внешнюю политику, то это, в целом, на внутреннюю политику. Хорошо, и ряд фокусов на авиацию. Видите, то, что тут раздвоение идет сразу же по фокусам. И тут еще раздвоение. То есть, тоже придется что-то одно определенное выбирать. На армию фокусов достаточно. Вполне, по-моему. В целом, можно сказать, их схожими. Но их всегда, примерно, по одному плану строят. Но здесь есть свои моменты. То же все разделение армора. То есть, решающий движен. Очень интересный вариант. Вот мне вот это, ЗСБ-53. То ли это ветка вооружения будет. Скорее всего, да, какого-то оружия скидочками. То ли еще что-нибудь. Вот даже интересно. И на флот тоже разветвление. Из которого потом уже дальше пойдете развивать тот или иной вид кораблей. В целом, Румыния сам по себе очень реально хорошая страна. И это радует. Также ей добавят иконки генералов, маршалов или маршалов, адмиралов. И добавят свои, как бы, иконки солдат, иконки самолетов. Это бомбардировщик, так понимаю, истребителя. И танковый тоже. Это чем-то напоминает мне Хедзер. Это напоминает какой-то М2ЛТ, скорее всего. Вот это вот чем-то напомнил даже французские танки. Вот я даже не знаю. Ой. Ходчкинса вроде бы чем-то вот, знаешь, чем-то его именно напомнил. Может быть, я, конечно, я, скорее всего, ошибаюсь. Но просто напоминает. Это, конечно же, все для Румынии. То, что это будет платным наполнением. Это уже и так понятно. Но я уже хоть час готов купить даже этот DLC ради только одной Румынии. А в этом дневнике написали, что это не единственная страна, которую будут перерабатывать в оси. И вот тут у меня, на самом деле, большой вопрос для себя и рассуждение. То есть, а какие страны еще? Я вот сто процентов думаю, что это должна быть Венгрия. Ну, однозначно, по-моему, это логично. Просто Венгрия, я не знаю, тоже как-никак здесь должна зафигурировать. Я очень, вот прям очень дико надеюсь, что они возьмутся за Испанию. Потому что Испания реально интересная страна. Там прожить гражданскую войну, выжить в ней, выбрав один из тех вариантов. То есть, это реально круто, по-моему. Вот Испанию хочется здесь видеть. Вот прям как неотъемлемую часть. По поводу, наверное, еще, ну, Китая. Вот, кстати, Китай, как противник Японии. Вот тоже бы хотелось видеть на Китай сейчас фокус в ближайшее время. Ну, думаю, что в этом DLC ждать не стоит. Но Китай реально интересно. То есть, протестать Японии, что-то свое вытворить. Но в данный момент, конечно, за Китай и Японию остановить это очень легко. Не знаю, японский интеллект даже при твоей игре, то есть, ты будешь играть против него посредственно, он все равно не выиграет. Ну, мясом завалишь и все. И тут, кстати, интересно то, что здесь показали на этом скрешоте, в том числе и войска, какие есть в Румынии. Видимо, то, что они сформированы, но, к сожалению, они в большинстве соем без снаряжения. То есть, снаряги здесь буквально одна четверть. И можно посмотреть то, что уже дивизии в районе 20 будет. То есть, там прячутся где-то несколько дивизий. Здесь уже 12. И здесь еще, да, то есть, девяточка. То есть, 26 дивизий и 4 при этом корабля. Так понимаю, это все эсмин, скорее всего, будет, да? Ой, крейсера, крейсера, да. И как-то флота мало, но при этом армия есть. Не знаю, может быть, ее, конечно, подменяют. Еще все это возможно. Вот такой вот у нас дневничок. В целом, мне он понравился. Я вам, наверное, хотел сказать. Это, наверное, одно из тех дополнений на данный момент для Дня Победы 4, которые я жду реально очень-очень-очень. Потому что они проработают те страны, которые реально были интересны в плане Второй мировой войны, которые реально вносили огромный вклад все-таки, как-никак. Большой, но по сравнению с той же самой Астралией, Новой Зеландией. Ну, извините меня, эти страны, конечно, безусловно помогали и солдатами, и ресурсами, еще чем-то. Но реально, они вот выпустив это DLC, не знаю, многих, наверное, думаю, стопор ввели тем, почему они взялись за страны, которые реально прямолинейно участвуют в Монфекте, и прямо на их территории было сражение, почему их не внесли, и это странно. Ну что, вот, надеюсь, было интересно вам это видео. Для тех, кто не смотрел, думаю, ссылочку также оставлю и на весь этот дневничок, чтобы вы смогли его почитать. И, как я и обещал, я скину вот эту вот большую фоточку в официальную группу, туда можете зайти и подробнее рассмотреть все эти фокусы. Субтитры сделал DimaTorzok